Во-первых, посадили меня в тюрьму, что даже не написано за что и как. Все сидят, и непонятно, я прикажу, и непонятно, за что меня посадили. Понял постановление? Непонятно, как это возможно? А это они думают, что у них все равно, а вот так у них возможно. Понятно. Теперь они меня посадили так, по не вступившему в силу, и сделали все так, что я его никак не мог взять, обжаловать. Понятно. Ни звонка, ни телефона, никто не знает, где я нахожусь. То есть сделали на хайм, на нагло, и это все доказуемо. Но адвокат не такой, который суд подает, а который у меня срушается. И спокойно пишет, что не подает куда-то, а спокойно пишет заявление о преступлении. Сапрыкину или кому-то из них. Но пишет, что как это так, Семен Петрович крыло, допустим, взял и посадил. Как он его мог посадить, если у Семена Петровича, то есть я ему дал отвод. Я говорю, как ты меня можешь, ты меня убиваешь, ты убийца. Он пишет, Семен Петрович не прав, я, он, короче, не имеет ко мне личных отношений. Он только лично где-то там судил. А как я никому не имею личность, если он меня здесь висит уже год, что он мой личный враг? Может меня такой личный враг, если здесь висит, судить? Выходной день, без адвокатов, без ничего, без всяких документов, без ничего. Может меня? Притом берет и меня приговаривает сразу в наручники человека по статье, которая вообще не предусматривает лечение от свободы. Больного, у которого эта медицинская экспертиза не пройдена. То есть он там такое натворил, что ему, если бы Новиков Ерунда не знал, написал бы, его сразу бы с работы приостановили в судействе. И уголовное дело ему хана. Есть и раньше, врачи были сами по себе, спорткомитет сами по себе, а сейчас все зажаты. И вот есть спецслужбы, допустим, судьи и прокуроры, и все у них боятся. То есть врачи мне брали и откровенно говорили, что Семенов Петрович, все, ты отсюда живым и здоровым не выйдешь. Понял, да? И мы хорошие, они все хорошие, но мы боимся. Вопрос вот так стоит. Но когда я туда попадаю, Бог начинает действовать, и они в ужасе от меня стоят, они в ужасе. Они, говорю, чтобы выполнить, как ты говоришь, выполнить указание. Они меня вложат в одну комнатку с убийцей, убийцей спецназовцем полицейским. Ты это в курсе делал? Ну вы рассказывали. И все, что думали. Ну здесь, получается, полицейский бегает, я за Семеном Петровичем порву любого. Они ко мне посылают там банки целые у них, наркоманам там, то, сё. А те пришли, говорят, это Божий человечек. И вот меня сугаются. И они вот ко мне заходили вот так, они у меня стояли под стойкость мирная. И если вначале я сижу, и зам главврача, хороший специалист, вот женщина, и я ей говорю, слушай, ну как вы можете человека принудительно делать экспертизу? Я не буду её делать. Она смеётся и говорит, ну тогда будет здесь всю жизнь. Ну я говорю, буду всю жизнь. И я, зная, у меня везде опыт есть, что меня будет если лечить, что меня там залечат. Я ничего не принимал, они меня не лечили. То есть честно мне относились, я просто там находился и всё. Но за это время, впервые за всё время, Равин туда пришёл. Короче, они берут и смотрят, и в конце концов они смотрят, что меня уже держать не могут. И они приходят и этим следователям прокурора, кто там стоял, Шевченко больше всего за ним стояли. Говорит, мы не можем, надо его выпускать. А я не хочу обследоваться. Поэтому начинают меня уговаривать, что, Семёль Петрович, всё же вопрос не стоит. Ты давай за один день, тебе будет лучше. У нас здесь хорошо, мы тебя обследуем, ты обследуешь всё бесплатно. За один день обследуй, и сразу тебя на следующий день выпускают. Я видел, что брат мой что-то предпринимает, в Москву уехал. И Равин мне обещал, что он предпримет. Я поэтому два дня посмотрел. Видел, что никаких ни от того, ни от того, что нет. Я там, сидя, бок за меня садил. Я просто, когда шёл, они меня не обманули, я за один день прошёл эту медкомиссию. И они всё взяли, выписали. Но меня провожали, как уважаемого человека, и говорят, Семёль Петрович, наши приборы обнаружили, что у тебя там патология кровеносных сосудов в головном мозгу. Ну, прибор мне сделал, приборы Бог мне сделал такую, что я всё, во всем приборам, что мне больше одного дня не проживу. У меня документы все показывают, ты меня понял как? Теперь она говорит, ну, у нас все документы показывают, но это надо тебе МРТ пройти. А МРТ пройти, это только в наше городское, оно на ремонте. Мы там на очередь возьмём, поэтому пройдёшь МРТ, и дальше мы тебе, но уже не в таких условиях, мы тебе на стационаре именно ответим на их вопросы, то есть, ну, уже уважаемые. Хорошо, я говорю, иду. Но она говорит, тебя никто не имеет права, непринудительно, ничего не брать, и всё, потому что ты находишься у меня незаконченная судебная экспертиза. Они взяли, ну, здесь так написали, что вроде как всё нормально, на другую страницу принесли, и дали команду. Команду и меня принудительно всё, за пять секунд меня начали судить. Когда меня начали судить, я думаю, нет, пойду МРТ платное, но не козваемые языки. Прошёл на МРТ платное, прошёл его, заплатил там сколько, восемь тысяч или сколько, получил МРТ. Заключение. Всё, что они говорили, у меня здесь подтвердилось. То есть, Семён Петрович очень и очень серьёзно болен. Я с этим заключением иду к этому лечащему врачу, к ней. Она говорит, всё, Семён Петрович, это мы не лечим, мы такое лечить только за границей, или что же у меня такое. Поэтому ты давай лечи. Когда вы лечися, придёшь сюда к нам, мы продолжим. И мне ничего не имели права делать, ты немножко понял, никакие работы отрабатывать, ничего не имели права. А, ну да, посадили, да. Я понял. Чихали они, наверное. Ну они настолько чихали, но это они чихают, когда Протсков, когда Новиков, когда Финк. А когда вот такой человек, они напали на ревизоры от Бога. Как ты считаешь, это нам, если мы не будем чухаться, это нам даётся такое, что мы его просрать не должны. Это нам, если мы не будем чухаться,